Привет, друзья! Сегодня, как я уже ранее обещал, приготовлю последний в этом году сливовый пирог. Основа, песочное тесто, пудинг, слива и штрезель. Готовиться не сложно, довольно быстро, но есть недостаток. После того, как приготовиться, обязательно нужно ему дать остыть, иначе вы его не нарежете. Давайте приступим! Количество всех ингредиентов вы, как всегда, найдете под видео. Мне понадобится буквально 400 миллилитров молока. Я одну часть уберу в сторону, чуть-чуть буквально. Мне эта часть молока нужна для того, чтобы просто растворить пудинг. А остальную часть в кастрюлю я отправляю на плиту, чтобы она закипела. И сразу же в кастрюлю я также отправляю 2 столовые ложки ванильного сахара. У меня просто был, вы можете добавить просто 2 столовые ложки сахара и ваниль. Ну, например, вот такую. Или какая у вас есть. Если никакой нет, делайте без ванили. Ну вот, по истечении 3 минут молоко уже начало закипать, и я удаляю ванильный стручок. Далее в холодное молоко, которое я отдельно отправил в чашку, я отправляю 37 грамм пудинга. Он не сладкий. Тщательно перемешиваю, чтобы не было комочков. И при интенсивном помешивании добавляю его в молоко. Убавляю температуру и даю немного покипеть. Здесь будьте предельно внимательны, потому что пудинг может плеваться в горячем состоянии и может обжечь кожу. Поэтому мешайте интенсивно. Дам пудингу покипеть буквально 1 минутку. Все, он у меня готов. Я его отключаю и убираю в сторону. И сразу добавляю в пудинг 200 миллилитров 30% сметаны. Это должна быть не обязательно 30% сметаны. Вы можете взять любую другую. А если вы вообще не хотите добавлять сметану, то вместо 400 миллилитров молока возьмите ровно пол-литра. И все. Сметану тщательно перемешиваю. Масса стала гладкой. Накрываю пищевой пленочкой. Плотную, чтобы не оставался воздух. И так как у моей кастрюли дно толстое и оно еще горячее, я добавил в чашку холодной воды и отправил кастрюлю в чашку. И дам массе просто остынуть. А в это время я подготовлю песочное тесто, которое готовится несложно. Просеял муку в чашку, добавил одно куриное яйцо, добавил сахар и добавил натертое сливочное масло из морозильника. И очень быстро, в течение двух, максимум трех минут, замешиваем песочное тесто. Если вы считаете для вас будет правильным добавить щепоточку соли, можете добавить. Я этого делать не буду. Разрыхлитель я тоже добавлять не буду, потому что моей задачей не стоит, чтобы тесто у меня стало пышным. То есть, чтобы оно подошло. Все, мне понадобилось буквально две минуты. Тесто готово. Форма номер 26. Я выселил пекарской бумагой. Если у вас форма хорошая, то будет достаточно, если вы ее обильно смажете сливочным маслом. Я же выселил пекарскую бумагу. Борта промазал хорошо сливочным маслом. Присыпал мукой. И остатки муки просто стрес. Форма у меня готова. Далее. Тесто распределяю сразу же по форме. При помощи тыльной стороны руки оно прекрасно распределяется. И поднять нам нужно тесто чуть-чуть выше половины борта. Форму пока отправляю в холодильник и занимаюсь сливой. Чтобы вас усиленно не утомлять своей болтовней, я сливу уже почистил. Я взял ровно один килограмм косточкой и разрезал ее вдоль на четыре части. Ну, примерно вот так. Слива готова. Жду буквально полчаса, пока остынет пудинг. И продолжу дальше. Так, ну вот, время истекло. Пудинг остыл. Тесто охладилось так же. И отправляю пудинг в форму. Он даже остыл больше, чем нужно. Но это, в принципе, ничего страшного. И распределяю сливы по всему периметру. Для начала укладываю сливы высоко. Я уже включил духовку на 180 градусов вверх-вниз. Выпекать я буду для начала пирог в нижнем положении духовки примерно полчаса. Без конвекции. А далее будем посмотреть. Потому что я пеку его в первый раз. Ну и все равно особенности вашей духовки от моей все-таки отличаются. Все, сливы я разместил. И теперь я делаю штрезель. В просеянную муку добавляю холодное натертое масло с морозилки. Добавляю сахар. И тщательно перемешиваю. Сейчас масло из-за теплоты моих рук начнет соединяться с сахаром и с мукой. Если вы хотите, чтобы в вашем сливовом пироге присутствовала корица, то сейчас именно тот момент, когда еще не поздно это сделать. Добавьте тогда буквально пол чайной ложечки без горки молотой корицы. Все, мой штрезель готов. Я распределяю его по всей поверхности пирога. Готово. Ну и отправляем на полчасика в духовку. Вот в такое вот нижнее положение. На полчасика. Для начала. Если я замечу, что стрезель у меня начнет подгорать, то я вверх отключу и оставлю только греться нижнее положение духовки. Ну вот, друзья, мой пирог готов. В общей сложности он пробыл у меня в духовке ровно один час. Дам ему теперь полностью остыть. Полностью. А затем нарежу его на порции. Пирог мой полностью остыл. Здесь главное нужно смириться с той мыслью, чтобы переспать. Не смыслить с кем-то переспать. В смысле, как в мальчишеке-бальчаше. Нам бы день простоять до ночи продержаться. Но это время я выждал. Терпения хватило. С божьей помощью. Пирог полностью остыл. И сейчас я его нарежу. Для начала ножом по краю борта отделю его. Как вы заметили, что я такие штрезельные пироги всегда пеку немного по-разному. Тем самым, я просто вам хочу показать, что можно прийти к успеху разными способами. То есть, недаром гласит поговорка, все дороги ведут в Рим. Неважно, как вы пойдете, в какую сторону. Но рано или поздно вы туда придете. Но если у вас есть, конечно, шенгенская виза. Или, как у меня, немецкий паспорт. Шучу, как всегда. Теперь открываем пирог. Прекрасно снимается. Как вы заметили, что я в этот раз не добавлял сахар для желирования. Я скажу вам почему. В этот раз слива была у меня очень жесткая. И смотрите сами результат. Слива не потекла. Я просто хотел для себя тоже понять, потечет она или не потечет. Нет, если слива жесткая, то все нормально. Если слива мягкая, то нужно добавить сахар для желирования. Не обязательно, но желательно. И песочное тесто я в этот раз не запекал отдельно его. То есть 20-25 минут при температуре 180, добавив в фекарскую бумагу фасоли, гороха или еще что-нибудь, чтобы форма сохранилась. Я его прекрасно пропек и так. Ну, время, конечно, у меня заняло немного больше. Один час, но это ничего страшного. Так, ну а теперь нужно пирог перевернуть, чтобы я его мог нарезать. Как я вам уже тоже говорил, что желательно нарезать такие пироги. С обратной стороны. Ну вот, все прекрасно пропеклось, все очень хорошо. В этом рецепте я в тесто не добавлял разрыхлитель. И поэтому я его вилочкой и не набивал, как я делаю это в других рецептах. Ну, как вы видите, так как слива не потекла и не было дырочек, пирог остался целостным, то есть жидкость не выступила. Это очень хорошо. Так, ну что я все о грустном? Давайте я его нарежу. Так, нужно теперь протирать нож. Здесь в последней фазе просто аккуратненько, чтобы у вас не получилось, что пирог разлетится по полу или по столу. Так, ну вот, все, пирог мы нарезали. Ну, здесь, значит, смотрите, если попробовав его, вам покажется немного мало сахара, откорректировать в данном случае можно при помощи сахарной пудры. Хотите добавить сливки, пожалуйста, добавьте сливки. Если пирог хотите есть теплым, его можно есть теплым. Достаточно взять кусочек, подогреть слегка в микроволновой печи. Или если нет микроволновой печи, можно подогреть в духовке. Можно также есть и холодный. Я предпочитаю холодный пирог и горячий чай. Теперь я вам покажу его в разрезе, чтобы вы видели, что у нас из всего этого получилось. Так, ну вот так вот он выглядит. Так, я его положу на бочинку, чтобы проще было показать, какой он в разрезе. Вот так он выглядит в разрезе. Держится стабильно, все хорошо. Ну, осталось снять пробу. Скажем так, для тех людей, которые не очень любят сладкое, или стараются себя немного прибить, то есть не злоупотреблять, то вот это количество всех ингредиентов, которые я указал под видео, будет нормально. Ну, а если вы любите послаще, то тогда можете либо добавить больше сахара для себя, либо сахарной пудрой откорректировать. Вот и все. Я хочу его попробовать, этот пирог. Да не хочу, я и попробую. Сейчас я его немного подогрею, и расскажу вам больше своих ощущений, как его приятнее есть в теплом состоянии или в холодном. Постараюсь захватить сразу все. И штрезель, и сливу, и пудинг, и корж. Ну, нет, совсем другое дело. Теплым однозначно вкуснее. Ну, что я могу сказать, друзья? Пироги со сливой в этом году у меня подошли к концу. Больше я их в этом году делать не буду, потому что слива я уже наелся. А так, есть у меня, конечно, пару рецептов еще, но я их уже вам покажу в следующий сезон, если доживу, конечно. А так, ждите, надейтесь, чтобы кто-то из нас двоих не отдал концы, либо канал, либо я. А я на этом с вами прощаюсь. До новых видео. Продолжение следует...